Вынужденных переселенцев в Запорожскую область приезжает все больше. Занимаются ими сами разные организации, независимые волонтеры. Теперь их деятельность решили свести в единый координационный центр. Из оккупированного Крыма и страдающих от военных действий Донецка и Луганска в Запорожье каждый день прибывают переселенцы. Помогают им, как говорится, всем миром. Однако помощь должна носить более организованный характер, ведь беженцев уже больше, чем свободных мест. В Запорожьей области принято и размещено 6534 внутренних переселенцев из районов проведения антитеррористической операции. Из них женщин 2490, человек 1036, детей 2537, инвалидов и граждан по хилого века 471. В общественном совете говорят, сейчас каждая третья общественная организация так или иначе помогает переселенцам. Речь идет и о материальной помощи, как то деньги, продукты, лекарства и одежда, так и, например, о помощи психолога. Отсутствие координации, к сожалению, дает о себе знать. Чего-то желающие помочь приносят слишком много, чего-то мало. Есть и другая, не менее важная проблема. Мы сталкивались с таким, что есть меценаты, которые готовы оказывать помощь, но они не хотят перечислять деньги просто какому-то там волонтеру, либо органу власти. Они не доверяют. Поэтому они хотят, чтобы был создан какой-то единый координационный центр, с которого можно спросить. Не просто обстоят дела и с трудоустройством переселенцев. Из 6,5 тысяч работу сумели подыскать менее 50. Впрочем, для некоторых эта проблема отпадет сама собой. Запорожские военкоматы ведут активную работу по мобилизации переселенцев из зоны АТО.